Всех приветствую, сегодня попытаюсь так более глобально на неделю плана составить. По воскресеньям, по субботам, буду, наверное, такие более глобальные обзоры делать, потому что Форекс стоит, есть время подумать, посмотреть, что у нас не на мелочи, а по-крупному. И давайте начнем с биткоина, потому что сейчас пока еще рынок открыт. Ну, суть в том, что подтверждается падение. Ну, смотрите, тут есть одна проблемка, есть один нюанс, как говорится. То есть, суть в том, что вот здесь мы падаем довольно-таки странно. И вот здесь у нас заходной импульс. Что это означает? Ну, на данный момент, если мелочь смотреть, то будет как минимум так. Ну, здесь еще могут чуть попилить и потом вверх сходить. То есть, биток пока что может затестить вот этот уровень. Но если глобально смотреть, то мне не нравится то, что мы еще не выбили это дно. То есть, 11-100 подтверждающий уровень до падения. Когда мы его выбьем, вариантов вверх разметить практически не останется. Но, с учетом того, что никакой паники нет, вот таких сливных свечей мы не видим, то тут можно, в принципе, еще пилить и пилить. То есть, суть в том, что обвал еще не начался, и все это пока что похоже на коррекцию до тех пор, пока мы не пришли сюда. Когда придем сюда, уже тогда можно, в принципе, выдумывать варианты вот такие. Но пока что таких вариантов нет, и в данном случае вижу так. Когда мы это пробьем дно, то что это будет? Ну, скорее всего, это будет 1-2-1-2, еще что-нибудь вниз, либо еще это просто была большая первая волна. То есть, трудно вообще определить, что это такое, но в данном случае здесь возможно было 5, а вот это такая большая 3. Поэтому надо будет смотреть, что куда пойдет, но в данном случае идет коррекция, и биток явно смотрит вверх, потому что это четкий импульс. Единственное, что, предупреждаю, могут вот так сделать и туда сходить. И все еще жив вариант вот туда. Я его нарисую, но перечеркну, что он запасной. И основное будет, что вот так. То есть, даже вот, наверное, уберу вот эту вот штуку. Основное сейчас, что мы сходим чуть пониже, и после этого пойдем вверх. То есть, вот такая пока фигура, но при этом надо помнить, что тут еще могут еще выше закинуть, могут и двойной зигзак нарисовать, еще какой-нибудь треугольник, еще всякой ерунды полно, потому что, ну, как-то так размашисто идем. Но, если уж действительно подтвердится вот этот вариант, что мы уйдем вверх, потом пробьем это дно, и еще это вынесем, то можно смело хоронить крипту, она пойдет сильно вниз. Почему? Потому что это только была первая волна. А там еще и будет куча. Если сейчас покрупнее включить, то, ну, сами видите. Еще раз повторю, кто не смотрел прошлые видео, мы идем сюда. Или даже, может быть, на 7000. То есть, вот такие примерно уровни у нас есть. Фибу я сейчас не буду накидывать. Но, кто хочет, смотрите, в прошлые видео там все это есть. Вот так вот. То есть, это было только один. Это будет 3, 4, 5, так, 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 вот так. То есть, веселье будет только начинаться. Но, еще раз повторюсь, ждем подтверждений. В данном случае шортить не надо, потому что оно идет выше. Как минимум на прошлые уровни, на 11900, на 12000 оно может вернуться. Потому что импульс выходной есть, это надежная вполне фигура. Вряд ли это пойдет сейчас днище выбивать. Ну, коррекцию чуть-чуть может продлить. То есть, скорее всего, на следующей неделе все пойдет вверх. Ну, насколько сильно, непонятно. Правда, даже сильные довольники идут. Но не настолько, чтобы прямо все обвалить. То есть, пока что раздача продолжается. Продолжается эта фигура все еще имеет запасной вариант на 12600 сходить. Легко. Вот такие пока здесь идеи. Если посмотрим эфир, то вот они эти уровни. Они уже нарисованы. В принципе, туда и ждут. То есть, эфир на 320 должен сходить минимум. Но если посмотрим что-нибудь мелкое, то вот у нас было два варианта. Расширить коррекцию и пойти вниз. Либо сразу вниз он выбрал простой вариант. Пойти вниз. Что теперь здесь у нас есть? Опять же, очень сильно похоже на коррекцию. Прям очень-очень сильно. Я думаю, как бы это все вверх-то не стрельнуло. Потому что сейчас дойдем до форексов. Я покажу, в чем проблема. То есть, в данном случае, пока мы не пробили, опять же, вот это дно. Сейчас даже скажу, какое вот это. Говорит о том, что можно хранить крипту пока рано. Но вот такая глубокая коррекция уже о многом говорит. Поэтому если мы пробьем, то да, можно хранить. Пока могут еще тут возить и на 420 легко. Вот, что это конкретно я не скажу. Непонятно совсем. Надо смотреть. Опять же, здесь 1, 2, 3, 4, 5 есть. Опять же, что я тут жду на мелких. Это что-нибудь такое. Либо сразу вверх. Вот так вот что-нибудь такое сходить. Потом так. Это основной вариант. Почему еще крипту могут вверх утащить? Потому что золото вроде как свое отстреляло. Если мы сейчас посмотрим вот это вот дело, то очень сильно похоже, что оно вверх пойдет. Почему? Потому что здесь либо было 1, 2, 3, 4, 5, и оно вот так вот. И вот так вот сходит. Либо тут вообще такая прошла коррекция. Оно уж вот туда сходит. Потом вниз. Короче говоря, если золото вверх утащат, то вполне возможно, что и крипта поживет. И еще неплохо поживет. Особенно, если золото на 2050 пойдет. Потому что корреляция там практически одинаковая. То есть золото лили и крипту лили. И потом еще в субботу долили. Ночью. Потому что золото так не очень хорошо закрылось. На самом деле оно нарисовало здесь такую троечку. Но вариант вверх есть пойти как. Вот так, вот так и вот так. Поэтому это может быть начальная диагональ. Золото любит в начальной диагонали расти. Это такой стандартный его паттерн. Но если мы пойдем сразу вниз, то это все меняет дело. Но в любом случае будет вот так потом. Поэтому вот на этом деле могут по-любому утащить куда-нибудь крипту. Так что вот пока такого жду. Ну почему золото смотрю? Потому что оно с криптой больше связано. Если посмотрим акции, то там все на хаяк закрылось. То есть обновили мы вот это дело. Вот старый вариант я убрал. Там я по NASDAQ рисовал, что мы пойдем пробивать. Все абсолютно точно так и сработало. Ну вот. Что это такое? Ну скорее всего это 1, 2, 3, 4, 5. Но как-то мне структура-то не нравится. Возможно вполне, что тут вообще еще выше потащат. То есть тут шортить вообще бесполезно, я так понял. Надо ждать вот таких вот штук, вот таких вот. И потом вот так. И тогда только шортить. То есть вот это вот все выкупают. То есть если акции рисуют так, то сразу нарисуют так. Если они рисуют так, то нарисуют вот так. Но это торговать и шортить невозможно. То есть идет жуткая мания. Такой мании не видел, наверное, уже несколько лет. То есть что-то похожее было на крипте в 2017 году. И то же самое сейчас творится на акции. Поэтому я просто плюнул, уже не шорчу. И уже все начинают скупать любой откат, потому что понимают, что это халява. Если упал, то покупаю. Упал, то покупаю. И все зарабатывают. Но в итоге все привыкнут так делать. Все будут скупать любой откат. И потом будет так. Но когда это будет как чего, с каких цен, непонятно. То есть пока все не купят по уши и не начнут скупать любой откат и перестанут шортить, оно будет расти. То есть по акциям пока на самом деле... Какой вариант? Но все-таки вариант, что на некоррекцию туда дадут. Потому что это уже беспредел. Там уже если Tesla посмотреть, там вообще дичь полная. В данном случае вот такой вариант у меня есть, что мы еще чуть выше сходим. И должны мы вернуться, по идее, даже вот сюда. То есть я вот как бы нарисовал, что когда вот такое будет на Tesla, можно шортить. Но пока жду вот что-то такое. Вот так. И потом туда. То есть вот такое она может дать. То есть вот этот треугольник как бы тут есть. Ну такой условный треугольник графический. Он на самом деле двойной зигзаг. И вот мы к нему можем вернуться. То есть это дно четвертой волны, а это пять. Где это пять закончится, непонятно. Но всегда вот этот весь пампом, безоткатный рост всегда заканчивается тем, что мы возвращаемся к началу. А к началу здесь. Вот и все. Поэтому вот как бы по акциям жду все-таки коррекции. Но шортить это пока что не рекомендую. Пока не будет подтверждения в виде обвала резкого, какого-то новостного, либо еще чего-нибудь. Очень опасно все здесь против шерсти, как говорится, чесать. Поэтому тут еще не приехали акции. Так. Давайте вернемся тогда к доллару. Там поинтереснее кое-что есть. Вот такую штуку мы придумали. Сидели, выдумывали. Все-таки тут можно не треугольник натянуть. И получается, что это был импульс. Это коррекция. И это импульс. Причем очень резкий. И сейчас все уже, наверное, поверили, что доллар туда. Вот туда. Все, наверное. Соответственно, он пойдет вниз. Он отработал там минимальную цель. Там вообще, на самом деле, вот 61.8 была минималка. Но они взяли и закинули. В итоге сейчас создали ажиотаж, что доллар сила, все дела. То есть все нормально. Хотя при этом акции растут одновременно с долларом. То есть это вообще ненормально абсолютно. И сейчас могут акции еще запинывать как? Они просто берут, сливают доллар. И акции на этом растут. То есть перекидывают доллары в акции. Вот и все. То есть это как рычаг. То есть любой рост используют для того, чтобы запинать акции еще выше. Любой обвал, вернее. То есть с роста начинает обвал и акции откинают. Ну, в прошлую пятницу вообще все было раскалерировано. Такой рынок прикольный, короче говоря. Ну, в общем, что я жду? Да пробитие одна жду. То есть я, в принципе, эти варианты уже рисовал. Что если здесь у нас тройка, здесь у нас тройка и здесь у нас тройка. Это либо треугольник, что вполне вероятно, вот эта большая цена. Можем дать D, E и вот туда. Либо можем сразу пойти вниз, но это сомнительно. Скорее всего, это такой большущий треугольник. Соответственно, от этого и буду плясать, потому что... Вот это либо КДТ, либо треугольник, короче говоря. Потому что тут вот это вот все, вот это все наверняка разметить нельзя. Но явно здесь три и здесь три. А это бывает только в треугольниках, либо в конечных диагоналях. Поэтому есть вариант по доллару сразу внизу выбить, либо еще попилить и потом выбить. Это условно нарисовал, что мы пойдем, но не пробьем, потом сильно отскочим, а потом точно пробьем. Вот так. Поэтому смотрим, что здесь у нас на евро. А здесь у нас что-то такое треугольное тоже. Как я говорил в прошлый раз, мы пробили это дно. По евро вроде как надо покупать. Надо покупать, ставить стоп вот сюда. Ну да, вот сюда. И спокойненько ждать вот куда-нибудь чем-то такое. Вот как минимум. Может быть даже и вот так. Поэтому тут вот такие варианты есть. Но самое надежное, это вот купать любой откат на евро. Если вырастим тройкой, и прямо здесь будет сопротивление в этой зоне, то надо продавать. Если оно прямо сразу вверх, то это видно будет. То есть вот такие пока есть варианты, поэтому евро в покупке. Опять же, есть вопрос, а мы это дорисовали, либо еще что-нибудь дадим вниз. Непонятно. Потому что если треугольник, могут дать и пробой дна, и потом только вверх. Но в любом случае, вот эта вот зона 17-10 должна выжить. По фунту. Я говорил, что таких больших коррекций не бывает. И действительно их практически не бывает. Но взяли и нарисовали волну С. То есть был основной вариант какой, что мы дадим откат и пойдем вверх. Не дали его. Но это суть не меняет. Дешевле можно купить. Опять же, а мы дорисовали, либо так сходим, непонятно. Но вот это пока такая идея. То есть на фунте чистый зигзаг. И он может улететь очень сильно вверх. То есть в отличие от евро, он вырисует вроде бы не треугольник. Соответственно, может быть даже выгоднее покупать вместо евро и фунта. Но надо учесть, что он может еще продлить эту коррекцию. И даже вплоть до того, что сходит сюда. То есть по нему стоп ставить некуда. Потому что этот С может уйти аж прямо вот так. Легко. Поэтому вот реально надо покупать все это дело, конечно. Потому что с таких фигур вряд ли падение начинается. Просто видите, собрали вот здесь вот эти стопы. По классике зацепили соплей. И выкупили все. То же самое было на евро. Там пробили как бы трендовую, прошлую, нисходящую, ложную. И взяли все, выкупили вверх. Это классический развод, чтобы просто создать недвижное строение на еврике. И потом находить всех повезут. То есть это маркетмейкерские штучки. И пока что вот такие сигналы есть на это. Поэтому тут еще будет веселье такое, что мало кто такого ожидает. То есть те, кто сейчас хоронит вот эти все еврофунты, их могут прокатить неплохо. Но опять же, откупать опасно, потому что, ну, видите, какая волатильность. Вот что это такое? Растет без отката, падает без отката. Предсказать это трудно. Вот об этом как раз и речь была в моих прошлых видео. Что тут вы не сильно меня слушаете. Это просто предположение. И вас будут катать так, что разнесет все депозиты, если будете брать слишком много. То есть пока что самое оптимальное ждать, когда вот эту штуку развернет. А когда ее развернет, то скоро, а вы видите, что здесь уже практически дорисовано все. Ну, тут надо подождать пробой дна. Возможно, там 9137 будет, там FIBA старого роста, вернее падение. Ну, короче, надо ждать и уже глобально, вот тогда уже котлетить. То есть когда будет пробой дна, оно летит вот туда. И вот это движение имеет смысл котлетить. А вот эти все вот распилы вот в этой зоне, ну, тут вообще предсказать трудно. Тут разворотные моменты, маркетмейкеры возят вверх-вниз, 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 всех путают, засаживают. В итоге, когда народ поймет, что оно расти не будет, оно только падает. А тогда-то он как раз, маркетмейкер, уже позу соберет в лонку, тогда и повезет. Уже, в принципе, я уже говорил, сигналы есть на то, что доллар тарят пачками. Но это широкая зона набора позы. Видите сами, что по сравнению с этим большим движением, даже с этим движением, вот это, что тут происходит, это мелочи. И для крупных игроков, которые вот такие графики недельные или дневные включают, да им вообще нету все равно, где покупать. Они просто набирают, понимают, что оно и так может сходить, и так может сходить. И им вообще все равно. Им вот это движение главное взять и все. И такая логика. Поэтому советуем вам вот так смотреть. На графике ниже дневок не заходить. И в данном случае, сами видите, доллар как минимум отскочит на 98. Это вот настолько верняк, что вернее не бывает вопрос там, где дно. Главное, чтобы вас тут не распылило. Так что вот так. По евро тоже, опять же, включаем такие графики интересные. Лучше даже недельные. Что мы видим? Давайте я уберу вот это все. А не кажется ли вам, что мы рисуем вот здесь вот это? Мне кажется, что это. Так что тут еще смотрите. Тут могут долго пилить. И могут даже еще заброс вверх сделать. Потому что, видите, мы свечка в свечку рисуем. То есть большая свеча с хвостом. Потом непонятная свеча посередине закрылись. Потом здесь был слив, который не выкупили. Сделал был слив, который выкупили. Но сути она не меняет. Потом была свеча, которая забросила вверх. И ложно потом закрылась вниз. Ну, примерно вот все так же по такому же паттерну происходит. То есть в том, что кто-то шортит, шортит, шортит. Их выносят, потом еще раз вниз. Они опять шортят, шортят, шортят. И если уж действительно стильные мишки, то они нарисуют чем-то такое, такое, такое. Раз и все. Вот такое пока ждут. Но если будут очень много шортить, то будет тогда вот так. И потом вот так. И вот так закроется как-нибудь. Здесь внизу. То есть вот такое может быть веселье. И поэтому готовьтесь. Я жду все-таки заброса вверх. Там есть куда подрасти. Есть на это сигналы. Поэтому еврик вот так примерно выглядит. И будет весь весело. Цель у него, еще раз повторюсь, вот сюда сходить на 1.12. Это зона четвертой волны. А вот этот растянут до 5. Опять же, будем смотреть, как оно будет падать. Вот такие пока идеи. По фунту на дневках тоже довольно странная картина. И он все еще имеет шанс сходить вниз. Пока мы не пробили 1.35. Это смотрит вниз. Поэтому кто фунтаж артит, 1.35 стоп. Но опять же, надо лучше на мелких смотреть. То есть фунт может выбить днище. Вопрос в том, какой формы будет вот это все дело. По остальным штукам, опять же, смотрите, вот как это предсказать. Тут что-то такое треугольное. Но судя по всему, Иена сейчас допилит. И потом как лупанет вот туда. И будет весело. Опять же, это в долгосрок. Мелкие даже не буду включать. Я реально не понимаю, что там сейчас рисуется. В понедельник, наверное, подумаю. По франку тоже. Вот я нарисовал уже даже такой вариантик, что мы туда. Вот, включил недельки. Ну, сами видите, тут что-то коррекционное. Явно что-то вот тут было импульсное. Ну, наверняка это размечать трудно. Но пока такое видится. По Канаде тоже недельки посмотрю. Ну, что тут напрашивается? Напрашивается сюда сходить. Ну, а это совершенно не точно. Но с учетом корреляции и всего остального, оно вверх смотрит. Единственное, что видите, коррекция очень глубокая. Форма ее непонятная. Поэтому тут могут еще допиливать. Вплоть до 1.30. Австралия. Ну, сами видите, вроде такой дикий рост. А недельки включаешь, и ничего это не рост. Это называется отскок дикой кошки. Вдохлой кошке. И это все могут еще раз на низы свозить. Элементарно. Но тут еще не точно. Так вот, чисто зрительно, очень сильно все это похоже на то, что будет так, так и вот равно так. И даже вот это повыше могут закинуть. И по евро есть такой вариант. Но пока, наверное, пока мы на 1.12 не сходили, наверное, рано такое загадывать. Но вот здесь вот явный импульс. Соответственно, здесь жду зигзаг. После этого может быть еще один импульс вверх. Поэтому там по доллару еще могут возить и возить. Ну, вариант с 98 в силе. Новая Зеландия тоже. Тут вроде как импульс. Вроде как тут так, вот так и вот так. Вот такие пока идеи. Что еще тут у нас есть интересного? Это, конечно, рублик. Давайте четверти. Рубль все-таки вот этот выбрал. Вариант пошел вверх. Опять же, куда он вверх пошел? Давайте я все это удалю. Так. Это что такое у нас вообще на крупных? Это может быть пятая волна. Вполне возможно. То есть, скорее всего, это был треугольник в четвертой волне. Это будет так. Это будет так. Долго пилили. Но это будет 1, 2, 3, 4, 5. И вот так. Поэтому, кто рубли на мелких торгует, по 75, по 76 вот в этой зоне надо продавать. И перезаходить уже на дне треугольника по 72,50. То есть, вот сюда минимальная цель. Может ли дальше уйти? Да, может. Потому что мы начали расти аж 68. Соответственно, надо будет от вершины вот этой кидать фибу. И куда она уйдет? 38-62. Вот эта зона. Ну, вот эта зона четвертой волны дна, или там середины треугольника, она всегда отрабатывает. То есть, рубль еще будет по 73. Ну, с высокой вероятностью. Но, пока что он растет. И более того, он может эту пятую волну закинуть очень высоко. Он может дать растяжение. Сами видите, размашисто идет. Рубль скамный актив. Он может легко выглядеть еще выше. Поэтому тут шортить не надо. Но, говорю, все, что выше 75, может быть даже в 77. Ну, потихоньку продавать, потом по 73 зайдете. То есть, пока такая идея. Кто хочет долгосрок сидеть, еще раз повторюсь, это только первая волна идет. Она будет, возможно, вот такой формы. Еще раз нарисую. Так. Так. И вот так. Есть такой вариант. А есть другой вариант. Похуже. Вот такой вот. Что-нибудь вот так, так. И вот еще вот туда. Поэтому тут веселье продолжается. И все, что... Любой откат, как говорится, надо скупать со стопом на 68. Вот самый оптимальный вариант. То есть, самое минимальное, что мы должны сделать, обновить исторический хайк. Вот он. Вот в эту зону мы должны сходить. Оттуда будут варианты вот такие. Конечно, хотелось бы увидеть вот этот вариант с качей-диагональю. А почему он еще в силе? Потому что здесь очень похоже, что это тройка. Здесь очень похоже, что это тройка. И здесь, если будет тройка, то могу вас поздравить, никакого скама рубля не будет. Мы обновим просто 86. Может быть, 90 дадут. И потом пойдем сильно укрепляться. И это будет великолепно. Потому что я не хочу рубль по 120, по 150. Ну, пока что вот сейчас будет ключевой момент. Если рубль вырастает пятеркой, то нам каюк как бы все. А если тройкой, то мы еще поживем, еще как бы заживем. То есть, грубо говоря, рубля выше 100 не будет. Это хорошо. И более того, он может даже и на 75 еще вернуться. Поэтому тут еще так бабушка на двое сказала, рубль хранить я не буду, но 86 жду. Потому что по форме 86 у нас точно будет. Вот такой подход пока что. Надо применять. Ну, что я могу сказать. В понедельник там по мелочи посмотрю. Но, собственно, в том, что доллар еще не растет. Осторожнее сейчас надо быть. Соответственно, если сейчас доллар будет ослаблять, то все рынки могут вырасти. Легко могут вырасти. Но опять же ослаблять как? Ну, не сильно ослаблять. Но попилит еще знатно. То есть, сейчас большая волатильность на рынках, поэтому надо быть осторожными и на большие объемы никуда не залетать. Вот пока такая рекомендация. И до следующей встречи.